Это город С, меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Сегодня у нас в студии депутат Самарской городской думы Вячеслав Звягельцев. Добрый день. Зима уже ожидается. Давайте, наверное, самое актуальное – это подготовка к зиме. И в частности, объекты образования, социальные сферы, садики, школы, да. Готовы ли уже они, можно ли быть спокойным, что никто не замерзнет этой зимой? Мы свой комитет называем по социальным вопросам, потому что он действительно объединяет все те вопросы, которые относятся к социальной сфере. Это и образование, это и культура, это вопросы социальные, собственно говоря, и вопросы образования, как я уже говорил, и физической культуре, спорта. И в этом году по предложению губернатора Самарской области Дмитриевича Азарова был внесен такое им предложение добавить еще и общественное здоровье, потому что общественное здоровье – это полномочия городского округа Самара. Вот и в уставе это прописано. В связи с той обстановкой, которую сейчас, вы знаете, не только в нашем городе, но и во всей стране, и во всем мире, этому вопросу нужно уделить тоже будет особое внимание и сейчас, и в этом созыве тоже. Что касается подготовки учреждений социальной сферы к зимнему периоду. Мы заслушивали всех руководителей департаментов, мы заслушивали руководителей наших коммунальных служб, и на сегодняшний день можем сказать, что все учреждения социальной сферы на 100% готовы к зимнему периоду. То есть в них подключено отопление, по графику это было, и в учреждения образования они подключались в первую очередь отопление, соответственно. Также затрагивали вопрос подготовки, ну скажем, оборудования, инвентаря и взаимодействия в зимний период, когда уже выпадет снег, и нужно будет снег убирать, чистить дорожки, подходы к учреждениям социальной сферы. Это тоже все обсуждалось, и город готов к этому, все учреждения. А какие-то вопросы вызвали, затруднения или, может быть, особого внимания в этом направлении? Ну, особое внимание мы рассматривали по поводу, например, спортивных площадок, что спортивные площадки, которых у нас в городе более 75 преобразовательных учреждений, они должны быть готовы в зимний период для того, чтобы там жители, ребята, собственно, школьники, дети могли проводить свои занятия. Это первое. Второе. Прекомендовали, чтобы на новых площадках, которые построены в этом году, у нас построено в этом году в городе 5 площадок, 4 это универсальные площадки и одна большая площадка ФАКОТ, так называемой, в 55-й школе в Куйбышевском районе. Чтобы была техника для уборки, чтобы были люди для того, чтобы убирать, чтобы площадки были в нормативном состоянии в зимний период. И плюс обратили внимание еще на работу коммунальных служб, когда коммунальные службы проходят и убирают основные дороги, чтобы не было завалов на, скажем, тротуарах и подходам к учреждению социальной сферы. Чтобы вот это все нормировалось как-то и смотрелось так, чтобы и людям было удобно ходить, и родителям, и детям, особенно, когда это маленькие дети, когда это родители с колясками, да, тем более, когда это лица с ограниченными возможностями здоровья. То есть мы этому вопросу тоже уделяем очень большое внимание. Здесь зато как-то решить бы нерешаемую проблему по поводу того, что автомобилисты оставляют транспорт на обочинах, и техника как раз не справляется, и именно в связи с этим не может чистить. Вот как вот это решать? Ну, здесь, конечно, есть такая проблема. К этой проблеме, к этому вопросу мы все-таки считаем, что нужно привлекать управляющих микрорайонам, представителей совета ТОС, активных жителей, председателей советов МКД, и объяснять нашим гражданам, то есть развешивать вовремя объявления, и четко говорить о том, что транспорт нужно убирать. Потому что это в основном, конечно, дворы. Во дворах всегда сложная ситуация, потому что есть даже такие примеры, что транспорт ставят осенью, и он всю зиму просто стоит. Машина, покрытая снегом, там, и так дальше, и так дальше. Здесь нужно вот нам всем просто жителям как-то подумать, и когда идет уборка, когда перед этим развешивается объявление, а управляющим компаниям, естественно, вовремя развешивать объявления по поводу уборки, и предупреждать граждан. Ну да, и запрещать неправильно, люди же должны где-то автомобили ставить. А вы знаете, сейчас, ну, активная очень социальная среда, да, или наши мессенджеры различные, да, и во многих домах есть группы созданные. И вот, когда там идут объявления, наверное, гражданам нужно более активно или более сознательно убрать свой автомобиль для того, чтобы был расчищен. Тем более, что это в общих интересах. Это в общих интересах, конечно. И, как правило, ведь многие наши учреждения социальной сферы находятся в жилых микрорайонах, в больших дворах, допустим, да. Поэтому это тоже касается, как бы, вот всех, и эта проблема существует. А вот, возвращаясь еще к подготовке к отопительному сезону, все-таки в первую очередь подключались социальные объекты? Да, конечно. Объекты социальной сферы, и это было на контроле, на личном контроле главы городского округа Елены Владимировны Лапушкиной, подключались прежде всего учреждения социальной сферы. Детские сады, школы, библиотеки, различные учреждения социальной сферы, как я уже говорил, культуры, спорта. И те, где непосредственно есть дети. Единственное, что сейчас, о чем мы говорим, мы подняли вопрос на последнем нашем заседании комитета, о том, что у нас есть объекты социальной сферы, которые находятся, ну, скажем, в жилых домах. То есть это, может быть, небольшие сады. Это учреждения, да, клубы подростковые, учреждения дополнительного образования, да. Даже некоторые школы, часть помещения находится вот в жилом фонде. Ну, так сложилось исторически. Поэтому, конечно, мы сейчас дали такое обращение, что при подготовке к следующему отопительному сезону неплохо было бы, а очень даже хорошо, эти дома, эти вот наши учреждения в домах, которые находятся, взять тоже на контроль и постараться их раньше тоже включать. Потому что жилой фонд, он постепенно же включается, мы знаем, и он включается, допустим, подходит тепло, и дальше уже идет работа по дому. Конечно, хотелось бы, чтобы наши учреждения, социальные сферы, которые находятся в домах, в этих домах, тоже немножко пораньше включались, или тоже как бы в первую очередь включались. То есть это теперь у вас на контроле. Да, этот вопрос у нас на контроле сейчас находится. Ну, еще из актуальных очень в настоящее время, это вопрос безопасности в условиях пандемии коронавируса. Сейчас каникулы у детей тем более продленные, да, хорошо, но они же выйдут, тем не менее. Вот каким-то образом вмешиваетесь ли вы в вопросы организации безопасного обучения, безопасного похода в детские сады? Я, давайте начну, наверное, с летней оздоровительной кампании, чтобы было понятно, почему. То есть мы к пандемии начали готовиться еще летом. Да, к пандемии, да, потому что этот вопрос, вот эта проблема существует не с вчерашнего дня, да, еще весной это было, и летом это было, и тогда, наверное, какие-то моменты, они казались более ужасными в том плане, что как от этого спасаться, как быть? Ну, во-первых, на сегодняшний день мне бы хотелось обратиться ко всем нашим жителям, и особенно к детям, что масочный режим и посещение мест массового пребывания нужно ограничить. А масочный режим, конечно, он должен соблюдаться, тем более на сегодняшний день он определен законодательством. Ну и все разговоры про то, что маска не помогает, уже сегодня несостоятельны все-таки. Вы знаете, береженых Бог бережет. Совершенно верно. Это во-первых. Во-вторых, ну, не случайно, если мы вспомним старые наши, или даже время, ну, например, там, год, два, три назад, когда начинался грипп ОРВИ, когда начинался вот такой вот период, а он ежегодно у нас начинается, в основном осенью, весной. Посмотрите, ведь все врачи были в масках всегда. Не случайно. В поликлиниках, да, и так дальше. Это же не случайно. Они профессионалы и понимают, что маска, она все равно защищает. Защищает от того, когда человек чихает, кашляет, да, вот. Сегодня это необходимость. Это должно быть. По крайней мере, человек тем самым готов защитить себя, свое здоровье. Ну и, конечно же, вот мы, СМИ-то, все смотрим, когда дети на каникулах находятся в местах массового пребывания, конечно, это не очень хорошо. Когда это какие-то торговые центры, какие-то вот такие большие заведения, где большое скопление людей, там риск заразиться всегда больше. Выше, больше. Не случайно же есть ограничительные меры, которые, я считаю, мы обязаны просто исполнять, чтобы защитить здоровье свое, своих детей, своих близких, своих родных. Во время учебного процесса тоже какие-то... Во время учебного процесса, да, сейчас во всех учреждениях социальной сферы, в наличии имеются термометры, причем бесконтактные. Мы ездили, проверяли, смотрели этот вопрос. Есть, допустим, в детских садах присутствуют бахилы обязательно для того, чтобы зайти, маски по необходимости, да, соответственно, рециркуляторы. Это бактерицидные рециркуляторы, которые ионизируют воздух, которые очищают воздух, да, есть графики, и по тому, как они должны применяться. Соответственно, вот основные меры предосторожности в учреждениях социальной сферы соблюдаются. На это администрация города выделила дополнительные финансовые средства, и все учреждения этим обеспечены. Вячеслав Сергеевич, насколько мне известно, вы не так давно посетили несколько стройплощадок, да, наверное, сейчас уже так перейдем плавно к постройке новых объектов в социальной сфере, и в частности, вот какая у нас обстановка, будут ли в будущем ближайшим новые школы и новые детские сады? На сегодняшний день в городе строятся две новые школы. Это школа на пятой просеке, ей уже присвоен номер. Там уже пара, конечно, новая школа. Да, да. Вот, школа будет состоять из двух зданий, сейчас строится первое здание, срок сдачи этого здания конец 20-го года, декабрь. Школа также строится в Новой Самаре, это поселок Мехзавод, первый квартал, да, там очень большой тоже у нас жилой такой микрорайон, да, Новая Самара, который называется. Поэтому вот две школы сейчас строятся, они будут сданы к концу этого года. И на пятой просеке школа будет стоять из двух зданий, одно здание строится, на следующий год следующее здание будет строиться. Поэтому вот здесь, в двух микрорайонах, вопрос, конечно, очень серьезный. Ну, очевидно, не раньше нового учебного года все равно, ведь начнутся там занятия. Ну, школы будут сданы в этом году, понятно, что будет некий процесс такой, перехода, да, потому что, ну, мы с вами прекрасно понимаем, ребенок, который ходит в школу, да, в середине года переходить, допустим, в другое учебное заведение, это, конечно, такой процесс. Конечно, логично это было бы сделать с 1 сентября, когда набираются новые классы, когда идет вот переходный период в течение лета, да, дети переходят из одного класса в другой. Да, соответственно, за этими школами будут закреплены определенные адреса, определенные микрорайоны, как это делается по всем школам, то есть у нас по каждой школе есть постановление администрации города по закреплению домов, адресов соответствующего микрорайона к тому или иному образовательному учреждению, я имею в виду образовательные школы. Вот, но тем не менее, ситуация, значит, по первым классам, это кнопка, соответственно, да, это система, когда родители нажимают кнопку и попадают в то или иное образовательное учреждение. Вот, и здесь, здесь вот ситуация будет чуть получше. И в планах еще проектирование строительства школы, значит, в Октябрьском районе, потому что в Октябрьском районе у нас очень сложная ситуация, именно по школам, вот, потому что жилья много, а школы все-таки вот они до этого не строились. Я хочу сказать, что в последнее время, вот последние 3-4 года активно идет строительство школ, детских садов, и сейчас в планах и администрации города, и администрации области строительства новых школ, новых дошкольных образовательных учреждений. А вот какие районы стоят наиболее остро по необходимости действительно появления там школы? Вы сказали, сейчас в Октябрьском будет решаться вопрос, а следующий может быть на перспективу где? Ну, у нас наиболее остро стоит проблема с образовательным учреждением, конкретно со школами в Октябрьском районе. Вот, поэтому в планах уже строящаяся школа, и в планах еще одна школа, которая должна построиться в Октябрьском районе. В промышленном районе тоже ситуация такая достаточно сложная, но здесь, посмотрите, какая ситуация. Школа на пятой просеке, вот сегодня, если посмотреть карту, то жители пятой и шестой просеки ходят в школы номер 139, 154, 149, 175. Когда там будет построена школа, соответственно, она вроде как в Октябрьском районе эта школа будет построена, но жители пятой и шестой просеки смогут пойти в эту школу. Соответственно, школы, которые будут в промышленном районе, вот по улице Солнечная, они таким образом немножко, ну, рассвободятся, скажем так. И там более комфортная будет ситуация. А по поводу детских садов? По поводу детских садов. Были построены в прошлом году детские сады, ну, вот я перечислю просто, какие были открыты. Это детский сад Нововокзальный 213, это промышленный район, 240 мест из них, 60 это для дошкольников. Сейчас при строительстве детских садов обязательно предусматриваются места для дошкольников. То есть это дети до трех лет, два-три года. Соответственно, детский сад Карл Маркс 448, тоже большой детский сад на 240 мест. На улице Ратнера был открыт детский сад новый на 150 мест. На улице Ташкентской открыт, тоже детский сад, тоже новый детский сад. На Березовой аллее тоже детский сад был открыт. Вот это вот большие детские сады. В планах строительство еще нескольких детских садов. Сейчас строительство, проектирование проведено. Сейчас начнется строительство на улице Подшипниковой и на улице Шверника. Два детских сада. Пять крупных объектов я насчитала в этом году. И, в общем-то, конечно, это, наверное, весомый вклад. Планы очень большие по детским садам. Здесь есть поддержка, во-первых, и федерального центра. Это нацпроект. Мы должны об этом не забывать по национальному проекту. Поддержка губернатора очень большая в этом плане. Это, я говорю, пока только за город Самару. Естественно, в области образовательных учреждений строится больше. Сейчас немножечко отвлеченный такой, может быть, вопрос, но не могу не спросить. Тем более, что вы кандидат в филологических наук. Что с грамотностью-то будем всеобщее делать? Точнее, с безграмотностью. Вы знаете, на эту тему очень много можно говорить. Самое главное, я считаю, что нужно больше читать книг. Больше читать книг. Больше проводить в школах каких-то творческих мероприятий, когда ребенок может говорить. Это очень важно. Важно поднимать эту проблему, начиная с детского сада. С младшей школы. Первый, четвертый класс, когда ребенок приходит в школу, иногда сложно ему говорить, потому что такая вот немножко замкнутость становится. Конечно, молчаливая у нас сейчас среда. Да, особенно когда ребенок, допустим, может быть, не ходил по каким-то причинам в детский сад, пришел сразу в школу, здесь коллектив. То есть вопрос социализации. Ну и, конечно же, конечно же, как говорит наш президент, Владимир Владимирович Путин, русский язык, национальный язык, им нужно заниматься, ему нужно уделять много-много времени. Как знаете, в старые добрые времена мы очень много писали сочинений, много писали эссе, были пересказы, были изложения, когда на уроке каждому ребенку давалась возможность высказаться. И в своей устной речи ребенок понимал или учитель помогал ребенку достигать грамотности. Сейчас у нас тесты. Не случайно. Тесты это может быть хорошо, с одной стороны, но грамотная речь, опять же говорю, много нужно читать, потому что сейчас, ну, что делают наши дети? Гаджет, да, Википедия, еще что-то, еще что-то. Майлики, да. Сейчас даже писать не обязательно. А прочитать «Войну и мир» Толстого, я считаю, что это просто необходимо. Это очень полезно. И с исторической точки зрения, и с патриотической точки зрения, и с филологической точки зрения. Обязательно. Может быть, как наказ еще возьмете себе в работу тоже это направление, потому что действительно очень важно. Ну, не будем пока далеко от строек уходить, да, только с социальных объектов. Перейдем на социальные объекты, спортивные, что тоже очень актуально и важно в настоящее время. Что строится и что будем строить в ближайшее время? Ну, вы знаете, очень отрадно, что с приходом нашего губернатора у нас началась… Спортивная жизнь закипела еще с новой силой. Да, спортивная жизнь закипела, да. Началось строительство, идет очень активными темпами. Ледовый дворец спорта на Могдогвардейской. Это очень здорово. Наши муниципальные объекты происходит ремонт. Вот сейчас конкретно ремонтируется на стадионе «Орбита», школа номер 13 по баскетболу, здание, да. Там будет специализированный зал, специализированная школа. Нам очень отрадно, что ежегодно на площадках наших образовательных учреждений городских, хотя это программа областная, мы знаем об этом, строятся плоскостные сооружения. То есть, либо это, скажем, хоккейная площадка с покрытием, с травяным покрытием, на котором можно играть и в футбол, и ее можно, допустим, заливать, играть в хоккей, проводить уроки физкультуры. Соответственно, есть площадки футбольные, да, и в этом году у нас 4 футбольные площадки. На образовательных учреждениях были построены, в образовательных учреждениях нашего города. Вот это современные площадки, которые отвечают всем современным требованиям. И безопасности, и занятия физкультурой, и спортом, и тренировочные занятия. Вот, и я думаю, что жители вполне смогут тоже на этих площадках заниматься. А вот каким образом, как раз хотела вас спросить, в общем-то, территория школы – это закрытая территория. И могут ли быть они востребованы еще жителями окружающих микрорайонов, может быть, каким-то образом? Вы знаете, еще несколько лет назад, когда началось строительство этих площадок, началось оно где-то с 2010 года, была четкая установка и договоренность, что, первое, у нас работают тренеры по месту жительства, тренеры-общественники, так называемые, вот. Для детей. Для детей, конечно, для детей микрорайона. Вот. Они работают, как правило, на базах образовательных учреждений, используя вот ту инфраструктуру или те площадки, которые есть. У них есть график их работы. Поэтому в это время могут прийти не только дети, которые занимаются в этой школе, но и дети, которые проживают непосредственно в микрорайоне рядом. Вот. И есть договоренность о том, что эти площадки работают. Есть график работы и так дальше. Значит, контроль осуществляет директора образовательных учреждений. У нас сейчас уже и папа очень спортивный, да, собственно, и мама. Можно ли как-то вот семьи привлекать тоже к этому всему? Ну, вы знаете, когда мы поднимаемся на этот вопрос, очень много есть тренеров-общественников, которые работают не только с детьми, но работают и с серебряным возрастом, скажем так. У нас очень... Вообще замечательно. Да. Это могут занятия проходить в парках. У нас сейчас очень хорошее увлечение есть скандинавской ходьбой для лиц старшего возраста. Понятно, что многие хотят играть в футбол, да, но есть и другие занятия, да, это пробежки могут быть, да, это могут быть различные какие-то физкультурные мероприятия. Наш департамент физкультуры и спорта периодически предлагал, ну, до пандемии, скажем так, да, когда это можно было, занятия на свежем воздухе. То есть привлекали различные федерации, даже фитнес-клубы, скажем, волонтеров, которые проводили занятия по йоге, по, скажем, дыхательной гимнастике и так дальше, и так дальше. Просто здесь жителям нужно быть тоже немножко активнее и выразить свое мнение, что они хотят это, так, поэтому мы в этом им поможем соорганизовать с помощью тренеров по месту жительства, с помощью наших тренеров, вот, общественников. Вячеслав Сергеевич, к социальным вопросам. В центре ли вашего внимания проблемы семей, у которых в настоящее время действительно очень много? Вот, льготное финансирование, вообще работа с семьями входит в сферу ваших интересов? Что здесь в последнее время происходит? Здесь можно говорить о тех полномочиях, которые имеет город. Безусловно. Непосредственно, потому что большинство полномочий относятся к региону, к федеральному уровню, и они осуществляют эти полномочия. Мы, в свою очередь, говорим о чем? Вот, опять же, вернусь к летней оздоровительной кампании. Когда у нас работало 10 лагерей, мы не знали, будут ли они работать в период пандемии, не будут. Тем не менее, лагеря работали. Все 10 муниципальных лагерей, они работали. И, в первую очередь, туда старались давать, скажем, места, путевки детям работников медицинской сферы, потому что мы понимаем сейчас, какая на них нагрузка огромная, да? Детям из неполных семей. Детям, ну, скажем, детям, оставшиеся вообще без попечения родителей, это региональный все-таки уровень. Вот. У нас есть ряд программ в городе, которые предполагают по заявительному характеру ряд льгот. Вот, например, сейчас наша инициатива была увеличить для детей с ограниченными возможностями закупку ноутбуков для того, чтобы они могли заниматься дистанционно. В условиях пандемии это очень актуально, да. И на следующий год будут заложены денежные средства для этой работы обязательно. Конец года, наверное, несложно предположить, что идет сейчас работа над формированием бюджета. И поскольку ситуация вообще вся меняется, в первую очередь, наверное, в связи с пандемией, корректировки во всех сферах происходят, будут ли какие-то корректировки в бюджет, ну, по крайней мере, такие, о которых следовало бы знать всем нам? Ну, бюджет сейчас формируется, и традиционно ежегодно бюджет, предоставленный администрацией города, он проходит слушание в каждом из комитетов в Думе городского округа Самары, потом принимается, соответственно, на Думе. Понятно, что сейчас ситуация очень сложная. И, наверное, наполняемость бюджета, она не такая, как должна быть в связи вот с данной ситуацией. Поэтому, пользуясь случаем, наверное, хочу попросить всех наших граждан до 1 декабря оплатить все налоги. Земельный налог, имущественный налог. Да, это как раз те налоги, которые идут в бюджет города, на которые и строятся детские сады, и ремонтируются детские сады, делаются дороги, да, вот, зарплата учреждениям социальной сферы. Это все вот бюджет города, который пополняем мы с вами из наших налогов. Поэтому, если мы вовремя платим налоги, соответственно, вовремя формируется бюджет. Особое внимание будем уделять безопасности, прежде всего. То есть, это те необходимые денежные средства на маски, на те же самые средства индивидуальной защиты, да, на санитайзеры и так дальше, и так дальше. То есть, все то, что дезинфицирующие средства, все то, что должно и необходимо быть в период вот пандемии, скажем так, да, это непосредственно в наших образовательных учреждениях. Плюс, конечно же, вот сейчас ежегодно мы рассматриваем титульные списки департамента образования, который нам дает по ремонту образовательных учреждений, департамент физической культуры по ремонту спортивных учреждений. Здесь, конечно, над этим придется посмотреть, над этим придется поработать. Потому что ежегодно бюджет увеличивается, так или иначе, города. Это очень отрадно. Но и мы с вами должны прекрасно понимать, при вводе новых детских садов, при вводе новых школ, соответственно, увеличиваются расходы города на их содержание. Так ведь? Коммунальные услуги, да, содержание имущества, да, какие-то вот ремонты, та же самая заработная плата техническому персоналу. Это же тоже очень важно. Это будет предусмотрено обязательно в бюджете следующего года по новым образовательным учреждениям. Плюс, вот есть такой момент, на который мы в прошлом году и в позапрошлом году обращали внимание. Был указ президента по поводу того, что дети с 1 по 4 класс будут бесплатно кушать завтраки, горячие завтраки при необходимости обеда. Эти деньги тоже заложены в бюджете и этого года, и на следующий год тоже будут заложены эти деньги. Хотя в основной массе это федеральные деньги, региональные деньги. Небольшая часть финансирования идет городского бюджета. Но самое главное здесь это подготовка инфраструктуры, чем мы занимались. То есть на протяжении последних двух лет делались комплексные ремонты в образовательных учреждениях, в детских садах, в школах. Это пищеблоки. Делались ремонты пищеблоков, обеденных залов, комплексно причем. Менялось оборудование для того, чтобы создать всю необходимую инфраструктуру и все необходимые условия для качественного питания детей в школах. И эта работа на следующий год тоже будет продолжена. Вячеслав Сергеевич, спасибо большое за то, что пришли к нам сегодня в студию. В эфире Города АЭС был Вячеслав Звягинцев, депутат Самарской городской думы. Увидимся в городе АЭС. До свидания. До свидания. Всем здоровья.